эфир появился а я в эфире пока не появился все появился коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что полным ходом друзья идет набор на онлайн-курс сценарий телесериала в нашей сценарийной мастерской и если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то пожалуйста проходите по ссылке в описании я вам ее уже добавил не является рекламой и подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой а кто-то другой уже вовсю летят оплаты места занимается скоро наберем курс я чуть-чуть пораньше как и всегда я пораньше чуть-чуть выхожу в эфир 1356 для чего для того чтобы люди подключались чтобы зайдя на страницу не было такой я не люблю когда там назначен вебинар допустим на два часа и люди приходят еще ничего нет или стоит трансляция там играет какая-нибудь музыка и человек 40 минут 40 минут маринуют людей прежде чем настроиться сона строится и так далее если я обещал чтобы два часа мы должны начать значит два часа мы должны начать да и времени особо лишнего нет на то чтобы на раскачку поэтому давайте подключайтесь кто смотрит в прямом эфире когда заходите напишите пишите в чате чтобы что я видел что у меня опять один человек опять 11 непонятно народ подключается отключается так пока немножко организационной информации значит сегодня у нас два часа занятия завтра у нас занятие также 2 часа в субботу а воскресенье у нас занятие пройдет 8 вечера напоминаю еще я напомню еще и рассылка будет об этом о том что финальное занятие ни в коем случае его не вздумайте его пропустить потому что она важная и она важна не потому что я там буду рекламировать мастерской и вас там со страшной силой делать вам опера дедлайн и призыв действия потому что мы там будем учиться рассылать заявки и это как раз таки вот вот это именно то чего меня все время начинающие авторы мне выносят мозг я даже видео специально записал о том как найти контакты продюсеров это самое просто на поверьте в нашем деле самое простое дело это найти контакты продюсеров это минутный я вам на глазах у изумленной публики это покажу в воскресенье и вы это сделаете те кто не побоится и придется прямой эфир опять же там прямо вместе со мной это сделайте прямо вместе со мной напишите письма и отправить письма с заявками продюсером я считаю что и пока это прям принцип нашей сценарной мастерской да то есть наша мы не плаваем в бассейне без воды да то есть мы сразу же плаваем в море открыто в океане где чудо-юдо рыбаки и наша задача не просто написать текст сделать так чтобы этот текст прочитали не просто написать заявку а написать заявку и сделать так чтобы эту заявку прочитали продюсер потому что иначе смысл для чего писать заявку чтобы мышцы покачать творчески так они не качаются если нет обратной связи причем отсутствие ответа от продюсера это тоже обратную связь до или негативный ответ от продюсера до что плохая заявка не нравится это тоже обратная связь и вот моя задача сделать так чтобы вы эту обратную связь получили и вы ее получите и вы ее таки получите хорошо два часа начинаем кто пришел кто тот пришел кто не пришел тут не пришел значит сегодня мы с вами будем говорить о формате и о сюжете я думаю что слово формат вам знакомо давайте попробуем да я напоминаю что мы с вами говорим о сценариях телесериала да и наверняка все вы слышали о том что на телевидении есть такая вещь как формат определенный формат чего-то формат сериала формат шоу до формат новостной программы и есть что то что форматом не является а вот в вашем представлении вот как вы себе представляете определение форматов что такое форма напишите прямо сейчас чате что в вашем представлении такое формат есть анекдот он немножко жестковатый но очень хорошо очень характерный что эрнст попадает на тот свет и значит и подходит к вратам рая и хочет войти а ему говорят константин дьвович и нет вы не войдете почему не формат на самом деле да действительно очень часто такое бывает что есть какой-то проект да вот он хороший интересный все всем нравится смотрят на него взвешивают и говорят не формат хорошо нравится но не формат у меня были такие истории когда мы разрабатывали проект допустим для одного из каналов и нам говорили кто нравится все хорошо не формат не подходит по формату так тема структура хронометраж серии сколько серий в сезоне да все я полностью согласен с этими версиями тематика так внешняя форма организации чего-то у сериала вертикальный горизонтальный вертикальный горизонтальный да четкая структура концепт соответствующий определенной аудитории структура форма подачи материала тема окей ну вот смотрите есть на самом деле определение такой двояк то есть она есть расширенное определение формата есть такой сужены узкое определение формата расширенное определение формата что себя себя включать ну первое как вы правильно сказали тема то есть например есть определенные темы которые с которым телевидение там ну с опаской работы например там одно время телевидение категорически там ну например те каналы с которыми я работал до нтв например не работала с историями про богема то есть все что про богему сразу не сразу не форма да тема не подходила считалось что аудитории это не очень интересно темы связанные с болезнью тоже одно время это был не формат потом он был как бы немножко раздвинут звоните дикаприо белые браслеты там и так далее да она потихоньку начала как-то входить например одно время было были запрещены историю про маньяк то есть это прям реально это реально было так и у нас было было был сюжет 1 2 серии у нас зарубили именно по этой причине что у нас там действовал маньяк сказать маньяков нельзя вот и понятно что она вот эта тематика да она меняется она гибко очень меняется и может меняться вплоть до полной противоположности да то есть выходит какой-то успешный проект и вот никто не хотел там условно говоря мистику делать раз выходит успешный мистический проект все-таки нам нужна мистика вторая это жанр да то есть понятно что у каждого канала есть жанр который этот канал предпочитает если тнтв то боевик триллер если это россия то мелодрама да если это первый исторический фильм и соответственно там условно говоря запустить на первом канале 20-минутный ситком в духе пнт не получится не формат или если вы придете на тнт и скажете что ребят давайте запустим историческую драму 5 еще какой-нибудь знаете такой кривой кривой этот самый хронометраж да так как первый канал любят действительно так кстати говоря у нас был случай когда хронометраж там не не подходил хронометраж и мне денисик степнев сказал если ты хочешь чтобы у тебя была серия полтора часа у тебя будет полтора часа вот мне это польстило конечно но я уложил все-таки серию формат да да то есть там 5 серийная 5 серийный мини-сериал про екатерину вторую да на тнт такой проект не за сочетание жанра почитание тематики и сочетание формы и вот что такое форма значит и вот то что входит в определение формы это же является таким узким определением формата широкий включает себя тематику и жанр узкий это форма то есть что такое форма это вертикальность горизонтальность или вертикально горизонтальность да то есть вертикальный сериал это одна серия одна история горизонтальный сериал это одна история на весь на весь сезон или на весь сериал есть определенные тренды в этом смысле одно время прям было очень много на телевидении было очень много вертикальных сериалов и это декларировалось таким образом что человек приходит чтобы человек мог во первых чтобы можно было серии менять местами без какого-то этого самого без какого-то ущерба да давайте мы эту серию поставим на четверг на пятницу а эту серию передвинем на понедельник и ничего не поменялось абсолютно да потому что они каждая изолированная такая герметичная вещь в себе и самое главное что этот сериал человек может смотреть с любого места он идет по телевизору в какое-то определенное время никто не не подгадывает сейчас просмотр сериала никто не отмечает или программе в газете кружочком какой сериал надо посмотреть никто этого не делает уже давным-давно да вот сел воткнул воткнул сериала идет что-то знакомая рожа знакомый артист какой-то да вот давай-ка я посмотрю про него серии посмотрел и все понятно то есть все отношения понятны никто начальник кто подчиненный кто любовница да то есть все в каждой серии есть вся информация да то есть ничего не надо там дополнительно смотреть а что там раньше произошло все здесь замкнут а вот сейчас сериалы смотрят немножко по другому их смотрят чаще всего сезонами а то есть скачут и они премьеры идут сезонами да то есть вот в эту сторону старитерлинг дырится плюс для того чтобы удержать человека на сериале история должна быть горизонтальной а то есть человеку должно быть интересно да не должно быть так что я посмотрел сорокаминутную серию и она закончилась и мне больше не интересно ничего да то есть все убийцу нашли но отлично хорошо все и штат закрыт в горизонтальном сериале есть какой-то крючок возникает неудовлетворенность я хочу узнать что же там дальше вот и в какой-то момент был прям тренд такой когда сериалы как которые запускались как вертикальные как например сериал скандал шунды раймс и сериал фринч я не помню я по-моему рассказывал вам про это где-то на каком-то из в понедельник я про это говорю но не так важно повторение мать учения значит сериалы которые не шавка не валка себя чувствовали их вдруг в середине сезона превращали там фринч вообще прям в середине второго сезона выкинули все написанные серии сказать все это горизонтальная история и там вот так вот вертикальный рейтинг сериал суд с костюмы тоже начинался как такая вертикальная горизонтальная история и постепенно горизонтальные линии линии взаимоотношений между персонажами вытеснили полностью все вертикальные ли они их просто убрать все эти сюжеты есть сериалы которые там баланс честно балансировали между вертикальной и горизонтальной истории до например сериал love а детективные сериалы как правило там сложно просто делать горизонтальную историю там как правило есть вертикальная история и есть какой-то горизонтальный сюжет так например сериале кости а сейчас есть такой определенный тренд ну например на канале нтв там любят делать такие двухсерийные истории то есть когда сюжет есть горизонтальная история на весь сезон и есть какой-то сюжет который занимает две серии их и писать интереснее потому что ну больше свободы не надо в 40 минут упихивать историю фактически у вас есть полтора часа там полнометражный фильм можно красиво интересное и развернуть и они показываются по 2 серии а иной раз вообще по 4 серии даже были случаи когда по 8 серий подряд показывают даже такой бенч-вотчер человек садится и 8 серий подряд как он зверобоя смотрит и соответственно да вот такие то есть если сериал исторический мелодраматический он скорее всего будет горизонтальный если сериал будет комический или детективный он скорее всего будет вертикально горизонтально будет скорее всего какая-то горизонтальная линия до которая каждая серия будет заканчиваться крючком именно по горизонтальной линии чтобы вам было интересно туда вернуться и будет какая-то вертикально и многие сериалы они так балансируют между между вертикалкой и горизонталкой есть еще такая такой прозаический формат я его называю прозаический да такая ослабленная структура в которой нет такой четко выраженной истории это такой сериальный арт-хау да это сериалы типа оливии китарич или малыша кенкена такой условный условный такой торговский на минималках вот у нас тоже появляются такие сериалы и в общем тоже их можно делать а где нет такой четкой жанровой структуры да это пожарует чаще всего драма вот чаще всего это экранизация какого-то прозаического произведения как оливия китарич и они в общем не пытаются особо скажем так особо зацепить понравится зрителям ставят какие-то серьезные серьезные философские вопросы и каким-то образом эти вопросы разрешают вот четыре основных основных структур это вертикальная горизонтальная вертикальная горизонтальная и прозаическая напишите пожалуйста в чате друзья какого формата у вас сериал вертикальный ли горизонтальный ли вертикальная ли горизонтальный ли или прозаический или если что-то непонятно в этом в этом этой истории в этой форме то задайте вопрос так есть ли возможность оплатить курс не из россии нет насколько мне известно такой возможности сейчас нет нужно найти кого-то с российской картой или с белорусской картой какого-то знакомого и договориться с ним чтобы он оплатил я на самом деле на самом как сказать то есть существуют разные способы хитрости как это сделать там через казахстан я честно говоря этого не делаю то есть у меня стратегия такая sales resistance я сопротивляюсь продажа я не впариваю никому наши курты и если у человека достаточно высокая мотивация для того чтобы попасть в нашу мастерскую он предпримет усилие и найдет способ ее оплатить а если нет ну как бы это самое трудно это самая трудная индустрия в мире в этой индустрии выжить выжить сценаристу труднее всего наш путь не усыпан розами поверьте вот если вы не в состоянии найти человека который оплатит курс дата вам совершенно точно сюда не на займитесь чем-нибудь другим так есть горизонтальный вертикальный вертикальный горизонтально да супер значит дальше следующее количество серий чаще всего количество серий кратно 4 почему по очень простой причине а сериалы идут с понедельника по четверг в пятницу обычно идут как и там пятничный вечер на тв там условно говоря какое-нибудь поле чудес идет да то есть какие-то шоу идут и там сериалы не ставится соответственно либо 4 серии канал твц кстати говоря очень любит четырехсерийники вполне почтенный формат четырехсерийник это такое хорошее четырехчасовое кино которое там можно рассказать хорошую там детективную или драматической истории либо 8 серийник либо 12 серийник либо 16 серийник либо 32 серии канал нтв там чаще всего они сезон заказывают 32 серии москва центральный округ мы писали там сезон был 32 серии глухарь был 3 было 32 серии да и они дальше показывают такими блоками там либо по 2 серии либо по 4 серии даже всю неделю каждый вечер по 4 серии вот две недели идет такой идет такой показ есть нестандартные нестандартные такие форматы например одно время канал россия 2 он претендовал на то чтобы стать таким сериальным 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 конвейером и они запускали раскручивают два формата это 4 серийный боевик и 10 серийный но в итоге ничего не получилось то есть 10 серийник не прижился и в итоге канал куда-то переформатировали по что спортивный что такое людей убрали которые этим занимались но тем не менее да вот может быть и 10 серийный может быть и 5 серийный может быть и 6 серийный особенно если это условно говоря какая-нибудь экранизация какого-нибудь романа да где не так много свободы где подгонять под формат и приходится держаться текст как у гроз пмана когда володарский экранизировал писал для первого канала там по-моему было 6 или 5 я помню что там нестандартный был какой-то формат такой то есть не 8 серий ну и соответственно да константин львович царь и бог да то есть повелитель формата это человек который мановением руки легко меняет формат это единственный человек который который это делает никто больше ну вот мыслить надо таким образом то есть я бы советовал ориентироваться на 8 серий что это такое такой промежуточный формат который может легко трансформироваться и в четырех серий и в 16 серий то есть вы предлагаете да то есть ну плохое впечатление производит когда у продюсеру говорит посылайте заявку и говорите а могу и так и так и сяк вот как угодно могу вот аж а что вы хотите вот нет вы говорите я вижу это как 8 серий продюсер смотрит и говорит ну все хорошо история нравится но нам у нас сейчас есть заказ на 4 серий 4 серии можете это удалить ну чаще всего можно чаще всего есть такая возможность вы говорите тяжело будет но вы мне за это доплатите и я наступлю на горло собственной песни то или говорит а можете развернуть это вкусно 7 и вот такие есть то есть ну плохо если вы произвел заявки уже пишите от 4 до 32 серий а это плохо вы должны какое-то определенное число лучше писать 8 это оптимально а вот у меня были случаи когда мы запускали 8 серийный сериал он в итоге в какой-то момент работа над ним нам сказали мы будем делать огромное количество серий для дневного эфира канала россия нам нужно 64 серии и мы такие но мы наверное ну надо еще авторов нанимать ну нам сказали бы заявки напишите вот и мы там три лица 64 заявки значит написали вот и в итоге 6 серий вышел вышло то есть ну не мы не 60 написали серий да потом они скажем нет мы передумали вот 6 серий пишет нет по моему 8 написали а из 8 сняли сняли 6 а вот и вышел сериал под названием земляк на на канале россии неплохой сериал получился так вот вот количество серий то есть я советую ориентироваться на 8 и дальше продолжительность в она у всех разная она плавающая она может меняться и она действительно там меняется в то время когда я работал там на россии например там была продолжительность 42 минуты сейчас я посмотрел кто-то у меня кто-то из учеников мне написал там я сказал 42 минуты не поправили сказали что вот мы тут подписываем договор там требует сколько 52 что ли минуты мне стало интересно я посмотрел там ну нашел программу канала россии так как шел сериал про кого-то про шаляпина что ли или про козловского про шаляпина вот я нашел на торрентах нашел серию этого шаляпина да и посмотрел продолжительность серии 50 минут то есть да действительно 50 минут плюс 2 минуты заставка соответственно 52 минуты вот они меняются канал интеллект свое время у них был сначала там 42 минуты когда мы захватчиком писали серии было 42 минуты когда написали nco серия было 46 минут почему потому что после кризиса у них уменьшилось количество этого самого количества реклам поэтому форматы я говорю как бы приблизительно и если вы там четко уже понимаете что я для этого канала отправляю заявку лучше найдите какой-нибудь сериал просто перепроверьте они реально меняются найдите какой-то сериал который выходит на этом канале посмотрите продолжительность точно и впишите в свой этот сам но приблизительно это выглядит так значит есть два формата важно понимать то есть два как бы этих самых это получасовая комедия что такое получасовая комедия этот как я встретил вашу маму ольга какая-нибудь да какие-нибудь реальные пацаны там продолжительность от 22 до 26 минут ну и плюс там хвостик этот на на рекламу и чаще всего это комедия то есть она может быть может быть в этом самом да она может быть драма да но все равно скорее всего там есть какой-то комический элемент например какая-нибудь медсестра джеки или калифорникейшн да это такую такая смесь комедии и драм вот получится получасовой формат почему потому что комедию сложно выдержать больше одного часа если есть комедия часовая есть они родись красиво принципе комедия там всегда микс жанр там сильный мелодраматический элемент и чуть-чуть комедии за риктовок вот поэтому если комедия то она получасовая то бишь 22 20 26 минут а то есть тнт это 22 минуты стс это по моему тоже 22 тнт 26 минут стс тоже по моему 26 минут получаса тоже надо уточнить вот и есть формат часовой драмы что такое часовая драма драмой вообще в классическом в американском телевидении да давайте исходить из того что американское телевидение классическое считается все детективные сериал они считаются драмы романтический даже номинации на мидар есть получасовая комедия есть часовая драма и вот тут везде все разные канал россия 10 минут канал нтв 46 минут канал стс дай бог памяти по 48 минут кости мы для стс писали он там 48 минут была серия что еще какой-то в цель не помню честно говоря как какой у них формат час я гляну эти самые первый канал 52 минуты нтв 46 россия 50 тнт 52 и 26 минут стс 48 вот вот они эти эти форматы давайте я вам их в чат скину чтобы не судорожно не запоминали это все все эти цифры да причем кстати говоря интересно что если вы например там смотрите вражеское телевидение да вы с удивлением видите что там совсем другие форматы действительно так например у англии в англии там производство такой там она очень такой концентрированная они не любят большие проекты и там может быть сезон из трех серий а помните сериал шерлок три полуторачасовых серий стандартный сезон комедии где серия 20 минут на например там ну не знаю девчонки из дэри я очень люблю ситком три сезона вышло там каждая серия 20 минут 21 помню минута и там шесть серий сезоне 6 серий плюс всегда рождественский спешит спешил как две серии сдвое 6 плюс 2 в америке сезон эфирное телевидение это двадцать две или двадцать четыре серии на кабеле может быть все что угодно то есть там на кабеле может быть восемь серий может быть десять платформы чаще всего делают десяти серий условно говоря какой нет фликс да они чаще всего 10 10 серийный сезон назначать о платформ да то есть сейчас мы понятно что мы с вами говорим о у нас с вами такой переходный период от телевидения к платформам на платформах нет ограничений то есть если это анимационные фильмы там можем могут быть серий по 10 например вполне есть большое количество интернет сериалов где вот у меня спрашивается да почему выходит 15 минутные серии это платформы то что угодно могут позволить они могут позволить себя да там нет ограничения там время бесконечно все время мира принадлежит и все время мира принадлежит платформа телевидение эту битву уже проиграл заведомо также как этот самый гужевой транспорт проиграл двигателем внутреннего сгорания поэтому там может быть одна серия 7 минут 2 серии 15 3 серия 42 минут и 4 серия там 30 минут и как бы нормально совершенно со временем там тоже устоятся форматы мне так кажется они постепенно тоже произойдет какая-то унификация потому что но людям привычнее знать что там серия например там 40 минут вы наверняка замечали смотришь какой-нибудь не знаю дом драконов или там еще какой-нибудь сериал смотришь да и видишь допустим там первая серия час 10 вторая серия 40 минут третьей серии 50 минут финальная серия обязательно полтора часа большой расширенный финал сдвоенная серия но в заявке естественно я советую писать то есть если не знаете опять же точно какой формат пишите 50 минут не ошибетесь если там ну промахнетесь две минуты туда-сюда опять же вас никто за это не заругает вот что касается формата да то есть это сочетание вертикальность горизонтальность это количество серий и это продолжительность соответственно если вы знаете какой канал вы отправляете да если 1 пишите 52 минуты нтв пишите 46 минут россия пишите 50 минут тнт пишите 52 минуты стс пишите 40 48 все все как бы все очень просто и насколько понятно по формату про формат понятно ли вам теперь что такое формат ну некоторые из вас и так как я видел по вашим ответам что и так понимали что к чему вот если понятно напишите что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы ой очень хорошее замечание вот айбек пишет насчет самого формата все понятно но я пока что не до конца понимаю моя история горизонтальные или вертикально горизонтально бывали случаи когда прямо в процессе работы у нас когда мы писали сериал под названием салам москва для первого канала он изначально замышлялся как вертикаль процессе работы он становился все более и более горизонтально вертикально то есть там горизонтальной линии занимали все больше и больше и То есть мы погружались в историю, мы придумывали развитие каких-то событий между ними. И канал пошел нам навстречу. Им нравилось, что мы делаем и как эта вся история разворачивается. И в итоге был какой-то момент, когда мы вообще хотели выкинуть все вертикальные истории, оставить только горизонтальные. Возможно, это и надо было сделать. Но потом все-таки оставили вертикальные истории, но они были просто серия на 2 серии. История на 2 серии. Я не помню, сколько в итоге. Типа 16 серий, например, и это 8 историй. Каждый из них по 2 серии. И плюс горизонтальная линия через весь сериал. Поэтому, если вы сомневаетесь, если вы пока не уверены, пишите вертикально-горизонтально. Не ошибетесь. В процессе... То есть важно, чтобы вы понимали. Я понимаю, что в обычной ситуации, когда человек пишет какой-то текст, написан на перо, мне не вырубишь топором. Заявка... Это даже не повод для первого разговора. То есть это не то, что истина в последней инстанции. Это вы здравствуйте от дверей сказали. Это просто заявка. На заявку люди смотрят. Просто они понимают, вы буквы складывать умеете или нет. Умеете. Ну, хорошо. Давайте дальше. Там следующий шаг. Вот когда вы напишите пилот, да, когда ваш пилот почитает, когда вы напишите по серийник, вот только тогда у вас начнется разговор какой-то по поводу вашего сериала. Вот. И это тоже на самом деле еще далеко не истина в последней инстанции. То есть у вас может быть написан пилот, и после того, как написан пилот, подписан договор, получен и пройден аванс, и после этого вам продюсер скажет, ну что ж, а теперь давайте писать. Вот. И вы будете писать. Заново. С нуля. Да. Да, то есть, это не будет так, что вы скажете, ну у меня же пилот написан. Ну, написан отлично. Теперь давайте его писать. Будете заново писать. Потому что будут возникать, будет возникать огромное количество идей. У продюсера, у режиссера, если он уже будет, у редактора, у канала, да, то есть, и каждый захочет внести свою лепту. И вы будете это все дело каким-то образом, каким-то образом будете воплощать. Вот. Поэтому не парьтесь по этому поводу. Так. Тут получается, что историю, вот мы сейчас придумали, она горизонтальная. Теперь ее надо насытить многими вертикалками. Эти истории еще надо как-то родить. Вот сейчас интересную я вам вещь такую скажу. Что касается вертикальных историй. Например, вы пишете заявку. Вот мы завтра с вами будем как раз говорить о заявке. Завтра вы будете писать заявку, которую вы будете отправлять продюсерам. Заявка – это двигатель вообще всего. Да, то есть, заявку читают, да, то есть, это не значит, что заявку утвердили, и все, она отлита в граните, и больше никто ее не трогает. Я, кстати, вот тем, кто придет на курс по сериалу, я там показываю две заявки свои. Это заявки сериала, который вышел на канале России. И первая заявка – трехстраничный проект, по которой он был запущен в работу. И потом более расширенный, там, по-моему, страниц 20, более расширенная заявка – это заявка, которая была уже как бы утверждена, и дальше мы ее начали работать. То есть, когда я написал заявку, и я, и продюсеры понимали, что это еще вообще не история. Это просто повод для того, чтобы нам встретиться, поговорить и сказать, да, нам эта история интересна, но мы будем там менять первое, второе, третье, четвертое. Вот это сделаем, вот это сюда сделаем. Мы согласны с этим? Да, согласны. Все, и дальше совсем другой вариант заявки возникает. И вот этой заявке еще тоже было там драфтов 10. То есть, она тоже менялась. Это не так, что там она менялась, и я там кричал, а вы там мне выкручиваете руки. Нет, это нормальная совершенно работа. Давайте так попробуем, посмотрим, посмотрели. Ну, вот это хорошо, да, давайте это оставим. А вот это давайте поменяем. А давайте вот так сделаем. То есть, это такая непрерывная работа. Вообще, работа сценариста, у сценариста нет задачи написать идеальный текст. Это прозаик пишет текст. Это поэт пишет текст. Задача сценариста поддерживать целостность текста в процессе изменений. То есть, в процессе работы над проектом, над любым сценарным, он постоянно меняется. То есть, приходят и говорят, у нас есть такой-то актер, да, давайте мы его введем. Ну, давайте, придумали роль актера, ввели, все поменялось в сценарии. Говорят, а теперь вот этого актера нет, да, опять все поменялось. И у нас есть возможность снимать там-то, на космодроме. Хорошо, все, у нас вводится космодром. А теперь это не космодром, а средневековый замок. Опять все меняется. Я очень упрощаю, но вот идут такие постоянные изменения, да, и эти изменения, они зачастую с качеством текста вообще никак не связаны. Например, у нас такой-то режиссер, он любит снимать боевики, да, давайте снимать кучу, писать кучу экшена в сценарии. А вот у нас поменялся режиссер, у меня был такой случай, поменялся режиссер, пришел 80-летний дядечка, которому лень бегать по крышам, он хочет все восьмеркой снимать. Все меняется, все, ставим восьмерку, и актеры разговаривают друг с другом в кадре. То есть ничего не взрываем, никаких дельтапланов, никаких подводных съемок, ничего не... Это самое, тоже, да, и сценарист это все дело переделывает, естественно. Поддерживает целостность сценария. А любое изменение, да, все, сценарий посыпался. Вот, и сценарист должен все это помнить и все это изменять. И хороший режиссер, если он понимает это, он никогда не будет сам вносить правки в сценарий. У меня была история, когда съемочная группа уехала куда-то там в экспедицию, снимала, вот, и возникла необходимость исправить предложение в сценарий, реплику. Остановили съемки, позвонили редактору в Москву, редактор разыскала меня, значит, сказала, что нужно внести правки. Я открыл сценарий, посмотрел, что надо изменить, изменил, позвонил, по телефону продиктовал там три варианта реплики. Один вариант режиссер выбрал, и я говорю, а почему сами-то не исправили? Что там на площадке нет? Да режиссер сам бы сел и исправил. Вот, и режиссер сказал, ты написал, написал, ты исправляй. И это очень правильно, да, потому что, а вдруг они исправят что-то и окажется, что здесь у меня где-то в другом месте что-то поедет. Потому что я-то свой сценарий наизусть знаю. Вот, поэтому, да, так вот, что касается вертикалок. Вертикальной истории, да, то есть, если у вас сериал вертикальный, то у вас в заявке должно быть некоторое количество вертикальных историй. Их по-разному, там, в первой заявке, если у вас восьмисиренник, да, их может быть и четыре. Но лучше, если восьмисиренник, лучше восемь заявок, написанных там одним абзацом. Можно подробно не расписывать. Вот лучше, если они у вас есть. При этом, они не обязательно должны быть хорошими. Они не обязательно должны быть идеальными. Более того, когда начинается проект, первое, что происходит, они все выкидываются и придумываются заново новые, другие. Но они должны быть в заявке. Потому что, если их нет, то заявку никто рассмотреть не будет. Да, то есть, они должны просто быть. Поэтому, например, у меня была такая вещь. Это, как бы, ну, не совсем, не то, чтобы не совсем легально, да, но это, ну, такое читерство немножко. Потому что я заявок писал всегда много, историй много разных проектов, кучу запускал, да. То есть, у меня там, когда, особенно, у меня ребенок родился, я там писал три сериала одновременно писал. Что-то там, 50 серий написал за год. Это прям реально безумие было. Вот. И заявка, да, и у меня цель была поработать со всеми каналами. То есть, я уже тогда собирался запустить мастерскую, а если ты хочешь учить сценарному мастерству, нужно приобретать опыт. Я хотел весь опыт приобрести, весь возможный опыт. Вот. И я делал так. Вот я вам говорил, что мы написали тогда там 64 заявки. Они все были отличные. И я брал из этих 64 заявок, брал там подходящие штук 8 и вставлял в заявку. Там, допустим, детектив про байкеров. Я беру эти 8 вертикалок, вертикальных сюжетов. То есть, у меня горизонтальная история другая совершенно, а вертикальные сюжеты вот такие. Вот. Потом следующая история про там, сериал про казаков. Казаки расследуют, казачий курин расследует преступление. Безумный проект такой. Я сам запустил его, потом сам сбежал с него. Потому что он там совсем безумным в какой-то момент стал. И вот, значит, тоже надо было заявки вертикали. Я беру те же самые вертикальные истории и туда же в эту же заявку. Естественно, естественно. Это не попытка продать одни и те же заявки, одни и те же сюжеты разным компаниям. Нет. Потому что как только доходит до дела, мы их выкидываем и садимся и придумываем новый сюжет. Вот. То есть это такое, магатное такое, вставленную в заявку. Такое может быть, в общем-то. Так, если режиссер сам является сценаристом, он может носить правки. Это, смотрите, это все зависит от корпоративной культуры. То есть в разных компаниях разные традиции по этому поводу. И разные отношения. То есть понятно, что если я работал там, допустим, с Бакуром Бакурадзе или Владимиром Котом, которые, ребята, которые сами собаку съели на сценарии, доверие полное. То есть, ну, как бы, коту я любой свой сценарий, не задумываясь, доверил бы. Вот. И любые его правки принял бы с благодарностью. Вот. Но есть ли режиссеры, которые у меня, и у меня были такие режиссеры, которые просто теряло такое. С которыми там бесполезно даже и говорить. Ну, и в итоге приходилось либо добиваться увольнения такого режиссера, либо самому приходилось уходить. Такое тоже бывало. Мне случалось прямо вот там была встреча с режиссером. Был такой режиссер, не буду говорить, кто. Известный достаточно дядька. Мы все сидели-сидели с ним, разговаривали, разговаривали. Я ему там пытаюсь что-то объяснить. Он говорит, я не понимаю, я не понимаю. А вещи элементарные совершенно. Вот. Я в конце концов продюсер был, слушай, говорю, ну, блин, найди того, кто понимает. Ну, как бы, ну, что, что, с камнем. Как с камнем разговаривать. Вот. И он в итоге не снимал этот проект. Вот. Бывало и такое. Окей, идем дальше. Значит, теперь вот с форматом разобрались. Теперь с сюжетом. На самом деле люди, когда начинают описывать сюжет, очень часто просишь человека, там, ну, расскажи, о чем твоя история. И человек говорит, ну, вот герой просыпается утром, с похмелья, на столе пустые бутылки, да, и начинает рассказывать кино, да, то есть по событиям. И вот он выходит на улицу, а там машины, еще что-то. Да, то есть человек 20 минут рассказывает, а у него герой еще до работы не дошел. Да, то есть или в заявке, там, пишет человек, там, три страницы уже текстом написано, да, и неопытный человек будет, ему будет казаться, да, я читаю сюжет. Да, это сюжет истории. На самом деле, а опытный взгляд, он сразу же видит, что сюжета нет, да, вы просто рассказываете, там, первую сцель. Вот, и в конце, там, ну, и дальше еще что-то происходит. А дальше такое началось, и ты понимаешь, что этот человек просто не придумал. Соответственно, в свое время я разработал систему из семи вопросов, ответ на который дает описание сюжета. То есть я нашел вот эти ключевые точки, которые дают содержание сюжета. Мы, кстати говоря, есть программа «Пит-сценарист», и есть сейчас вот Дима Новиков, он запустил программу «История-архитект». Кстати говоря, если вы не смотрели его выступление, кто из вас пользуется программами «История-архитекта» и «Пит-сценарист», напишите в чате. Он в прошлом году на канале, на нашей сценарной конференции рассказывал историю создания кита-сценалиста. Очень интересно, безумно интересно. У него там есть персонаж такой, кот Александр. Мне, честно говоря, даже в голову не приходило, что это мне такое. Он сказал, говорит, это вот в честь сценарной мастерской Александра Молчанова. Я чуть не до слез был польщен. То есть я это в эфире узнал. Да, Кит-сценарист. Ну, Кит-сценарист – это, ну, «Стория-архитект» – это новый продукт. Кит-сценарист – это стандартная программа. Это стандарт для русскоязычных сценаристов. В Америке пользуются программой «Файнал Драк». Есть еще программа «Келтикс», но она совсем заморочена. Я все программы перепробовал в свое время. Вот наши сценаристы все пользуются Китом. Вот. Вот если на сайте Кита зайдете, там увидите кот Александр. Да, это привет нашей сценарной мастерской. Ну, потому что как-то мы все время с ним общаемся, там, все время разработки я ему помогаю. Каким-то он мне вопросы задает. Да, так вот. И мы с ним договорились, что он сделает вот эти вопросы, вобьет в эту программу «Стория-архитект». И там можно будет просто ответить на вопросы, нажать на кнопку и получить синопсис на выходе. То есть ответ на эти семь вопросов дает синопсис. И эти семь вопросов нужно знать наизусть. И я всех своих учеников, всех своих студентов заставляю знать эти семь вопросов наизусть. Есть ли здесь кто-нибудь из моих учеников? Есть ли здесь кто-нибудь, кто сейчас нам напишет в чате эти семь вопросов? Или нет никого? Сейчас я посмотрю в чате, мои кто-то есть. Что-то не вижу. Вчера Владислав был, точно знаю. Еще кто-то был из наших. Вот Евгений знает. Кто знает семь вопросов? Ну, можете сами вопросы не писать, просто знаю, да, или не знаю. Я специально заостряю внимание ваше на этих семи вопросах. Потому что если из всего этого курса вы запомните только эти семь вопросов, все, вы уже будете там 90% сценаристов будете сильнее. Да, Петр пишет, знаем мы эти вопросы, они в домашнем задании, которое вы прописали. Они прямо у вас перед глазами, в описании урока. Вот запомните их наизусть. Просто вот ночью вас разбудили. На какие вопросы надо ответить, когда работаете над сценарием? Вы сразу же, сразу же отбарабаниваете их. Так же, как вот вчера про этот самый, про мантры там говорили, да? Вот как мантры надо петь. Наизусть вот так же положите семь вопросов. Есть, все. Значит, дальше, что мы делаем? Вопросы, да, где и когда происходит действие, с какого события начинается история. Не забывайте о том, что у меня, блин, у меня сейчас смешалось, в голове смешались два вебинара. Я вчера делал вебинар на курсе пьесы, и там мы как раз обсуждали то, что такое событие. И я почему-то подумал, что я вам уже объяснял, что такое событие. Вопрос, друзья, что такое событие? Какого события начинается действие? Что такое событие? Напишите определение события в вашем представлении. Потому что, опять же, да, когда вы будете писать, с какого события начинается история, да, чтобы там не было такого. Герой учится в университете. Да, это не событие. Да, то есть, то, что меняет путь сюжета, да, вы совершенно правы. Необратимые изменения в ходе истории. То, что повлияло на героя. Да, то есть, изменение. Изменение необратимое. Да, то есть, каков размер изменения должен быть? Необратимое. Да, то есть, потерял рубль, да, это обратимое изменение. Пошел и нашел. Потерял миллион необратимое. И второе важное условие, да, что оно должно быть сконцентрировано во времени. Да, то есть, например, герой учится в университете, это изменение. И это изменение необратимое. Да, герой спивается. Тоже необратимое изменение. Герой, там, не знаю, женится, например, да, тоже необратимое изменение. Да, он серьезно, он даже если разведется, да, все равно на него это каким-то образом повлияет. Вот, он уже будет однажды женатым мужчиной. Но дело в том, что оно во времени не сконцентрировано. То есть, это там ряд процессов, которые должны происходить во времени. А события, да, например, роспись в ЗАГСе, да, это концентрированное во времени событие. Да, или свадьба. Ну, тоже, свадьба тоже протяженная во времени события, да. Допустим, драка на свадьбе случилась, да, вот это сконцентрированное во времени событие. То есть, оно должно быть, с одной стороны, во времени сконцентрированное, и, во-вторых, оно должно произвести какое-то на героя какое-то необратимое изменение. Дальше, кто герой? И вот кто герой, да, не должно быть Иван, бухгалтер, 25 лет, да. А герой, бухгалтер, который обладает магией, например, да, или бухгалтер, который умеет, там, не знаю, читать мысли. Или суперкрутой программист, самый крутой в мире, да, то есть... Тот, кто какой-то способностью отличается от остальных людей. Дальше. Чего герой хочет? Кто ему мешает? Что герой делает, чтобы получить желаемое? И каковы неожиданные последствия его действий? Вот семь вопросов. Понятны ли вам эти семь вопросов? Если есть какие-то вопросы, то вопросы по семи вопросам, то задайте, задайте их им. Вопросы понятны. Теперь, как вам кажется, с каким вопросом возникают самые большие сложности у сценаристов, у большинства сценаристов, и ответ на который, на какой вопрос, по сути, дает содержание фильма? Какой вопрос, какой вопрос здесь главный? То есть, какой вопрос дает содержание фильма? Как вам кажется? Ой, классное замечание. Вот Петр пишет. Всегда ли действие героя должно быть неожиданным? Результат этого действия тоже неожиданный. Седьмой вопрос. Неожиданные последствия, самый трудный. Седьмой. Нет. Шестой. Самый сложный вопрос – это шестой вопрос. То есть, ваша задача и содержанием вашего фильма является ответ на шестой вопрос. То есть, у вас кино всегда, любое кино – это кино про то, как герой что-то сделал. Что у героя есть какая-то цель. Для того, чтобы достичь свою цель, герой что-то сделал неожиданное. Как-то неожиданно применил свою суперспособность. Допустим, у героя гениальный нюх, и он применил свою специальность, суперспособность для того, чтобы расследовать преступление. То есть, неожиданное действие. Герою нужно присмотреть за своим ребенком, которого мафия собирается убить или похитить. И он ради этого устраивается в детский сад усатым няням, например. Вот оно, неожиданное действие. И дальше, соответственно, из этого неожиданного действия мы смотрим, а какие есть варианты разрешения. Например, либо такое, либо такое. Например, если герой хочет жениться на девушке. Какие варианты? Ну, либо жениться, либо не жениться. И вот давайте прямо сейчас потренируемся. У нас цель героя – жениться на определенной девушке. И какие у нас варианты? Ну, либо жениться, либо не жениться. Ни тот, ни другой нам не подходит. Что мы можем сделать? Какое неожиданное разрешение мы можем этого сделать? Вопрос непростой. Абсолютно. Есть, я думаю, что есть ни один вариант решения. Фильм про то, как герой хочет жениться на девушке. И, соответственно, он может либо жениться, либо не жениться. И нам ни тот, ни другой вариант не подходит. Да, украсть девушку, например. Уйти в монастырь, например. Может быть, да. Уйти на войну, например. Поменять пол, например. Поменять пол. Всем-всем нравится вариант поменять пол. Да. И она, чтобы тоже поменяла пол. И уже после этого, да, не жениться, а выйти замуж. Сбежать. Понять, что жениться на самом деле не хотел выдать ее замуж за другого. Да, тоже может быть. Это все, вот, понимаете, сразу мысль заработала. Да, то есть сразу. То есть, если герой хотел жениться на девушке, и он женится на ней, да, то неинтересно. Хотел жениться и не женился. Тоже не это самое. Так, пол поменять нам нельзя. Ребят, можно все. Абсолютно все можно. Вот не надо, Юрий, не надо рассказывать сказки, что в России можно делать, что нельзя. В России самая свободная, в смысле свободы слова, самая свободная страна в мире. В смысле творчества, да, в смысле, вот сериалы мы снимаем, да, нигде, ни в одной стране мира нет такой свободы. Поверьте, поверьте, посмотрите сериалы, которые снимаются сейчас в России. Ни один такой сериал, вы ни в Европе, ни в Америке, вы снять не можете. Такие сериалы, которые снимаются сейчас в России. Вплоть до какой-то политической сатиры. Да, у нас диктатура, да, посмотрите, какие у нас сериалы снимают про нашу диктатуру. Где-нибудь в Америке уже давным-давно нашли бы этих самых, нашли бы какую-нибудь эту самую изнасилованную служанку и отменили бы уже. У нас ничего, снимают люди. Вот, поэтому не надо сказок рассказывать. А что касается гей-пропаганды, ну вот перед вами сидит человек, написавший, в числе прочего, пьесу про любовь двух девушек. Пьеса называется «Адреналин». Совершенно спокойно идет в театр. Да, то есть, ну, там стоит 16+, там, или 18+, да, все идет. Никаких проблем нет в этом. Да, то есть, маркировку вставите и все. Так что, не рассказывайте сказок про жестокую, жестокую коммунистическую цензуру. Так, в ходе истории полюбил другую. Обнаружили родственные связи с ним. Например, да, брат и сестра оказались. Девушка не захотела замуж. Помните «Фан-Фан Тюльпан»? Там герою цыганка вначале нагадала, что он женится на дочке короля. А в итоге в процессе он в нее влюбляется, в эту же цыганку. И мы такие, так, авторы, как вы из этого выкрутитесь? А он упорно все это время добивается этой дочки короля, реальной дочки, которая ему нафиг не нужна. Но ему же нагадали. И в итоге, как авторы из этого выходят? То есть он, с одной стороны, на дочке короля он жениться не может, но и не жениться на дочке короля он не может, потому что ему нагадали. И в итоге там король усыновляет эту цыганку. Я давно смотрел, давно уже могу в деталях путаться. Но вот примерно так вот сюжет был разрешен. Он ее усыновляет, каким-то образом она его там шантажирует, добивается этого. И он женится на ней. То есть он женится на нужной девушке, которая превращается в дочку короля. И вот нужно искать вот такие неожиданные решения. То есть неожиданные действия, придумайте интересное неожиданное действие и придумать вот это две как бы самых, но самое сложное придумать неожиданное интересное действие. Окей, хорошо. Значит, домашнее задание, друзья мои. Вам разобраться с форматом, выбрать формат вашего сериала, вертикальный, горизонтальный, вертикально-горизонтальный, продолжительность количества серий, все это напишите. И собираем сюжет, напишите ответы на семь вопросов. И завтра мы с вами из этого, у вас весь этот текст себе тоже сохраните, чтобы он у вас где-то был в вордовском файле. И мы завтра с вами из этого будем собирать заявку. И, соответственно, завтра нюансы, связанные с заявкой, вам расскажут. Завтра в два часа встречаемся. Понятно ли домашнее задание? Если понятно, напишите понятно. Если есть вопросы, задайте вопросы. Вкусные какие-то визги. Судя по всему, ребенка моего привели из школы. Событие обязательно должно быть в первой же сцене? Не обязательно. Но желательно, конечно, чтобы чем раньше, чем быстрее, тем раньше. Может быть, во второй или в третий. Но в двадцатой не может быть. Потому что зрители уйдут. То есть считайте, что у вас есть семь минут. Вот вы начинаете сериал, да? То есть если за семь минут там ничего не произошло, все, вы зрителя потеряли. Так, не совсем понял, как действие неожиданное и одновременно протяженное во времени. Смотрите, оно должно быть, вернее, так, не неожиданным, а необычным. Да, то есть, чтобы оно давало возможности для сюжетной игры. Да, я не... Ну, оно действительно должно быть неожиданным в момент решения. Да, герой нужно заработать деньги. Вот давайте так. Давайте еще одну вещь сделаем. Еще над одним сюжетом поработаем, да? Прежде чем проститься. Мозг ваш запустил. Герой, у героя... Допустим, больной ребенок, да? Нужно на лечение ребенку, нужна крупная сумма денег. Вопрос, что делает герой для того, чтобы заработать деньги? У него, допустим, есть месяц, и нужно заработать миллион долларов. Или там сто тысяч, ну давайте, сто тысяч долларов нужно заработать. Вот запускаем сюжет истории. Есть герой, у него больной ребенок, нужно сто тысяч долларов. И месяц в сроку. Сразу скажу, что не подходит. То есть он не может пойти в банк. Почему? Потому что это скучно. Он не может продать что-то, что у него есть. Например, у него есть дом. Да, машина, квартира, сбережения. То есть в жизни реальный человек либо пошел бы в кредит, кредит взять, либо занял бы денег где-то, либо организовал бы сбор какой-то денег в интернете, и нашел бы эти деньги. Либо продал бы что-то. Вот вам четыре варианта обычных. Они все ожидаемые. То есть все это предсказуемо, все это скучно. То есть герой идет в банк, зритель выключает телевизор, ему неинтересно. То есть нам нужно придумать неожиданное какое-то действие, чтобы оно запустило какой-то сюжет. То есть если, например, заработать, занять денег, то обязательно надо занять денег у какого-нибудь супергангстера, который потом за ним будет гоняться, чтобы это давало возможности для сюжетной игры. А в идеале, чтобы это давало возможность для продолжительной сюжетной игры. Например, герой идет, не знаю, танцевать мужской стриптиз, для того, чтобы заработать эти деньги. И, пожалуйста, вот на 10 серий, на 100 серий материала вам, как герой танцует, учится танцевать мужской стриптиз. Раз вот Юрий нас как-то в эту сторону, в эту сторону нашу фантазию развернул и проверим заодно, сможем мы это на российском телевидении сделать сериал про мужской стриптиз. Так, давайте. Немного не по теме. Почему на Западе не умеют вовремя заканчивать сериалы, тянут сезоны, выхолачивая сюжет? Почему не в моде хэппи-энды? Потому что это деньги. Потому что успешный сериал, даже если он уже давным-давно деградировал, как какой-нибудь доктор Хаус, там уже, ну, пристрелите уже эту стюардессу. Но он все равно собирал достаточно зрителей для того, чтобы окупать производство. Поэтому он и продолжался. Так, продает свой орган? Годится. Годится, да. Вот сразу, да, сразу можем запустить сериал про то, как человек продал, там, не знаю, почку. По-моему, был, кстати, сериал такой. Летит в космос? Супер. Да, организовывает аферу какую-то? Классно. Успевает написать замечательный сценарий и продать его? Может быть, но здесь, смотрите, с произведениями искусства есть определенная проблема. Во-первых, вам надо его показывать каким-то образом зрителю. Например, он пишет картину. Вам надо эту картину показать. Какую бы вы картину ни написали, она жалкая впечатление производит. У нас мы делали как-то, у нас был такой сериал тысячу лет назад, еще до Рождества Христова, под названием «Детективы». И я в этом, я написал пилот этого сериала. И потом с этого пилота, и с этого сериала началась вся эта империя левенских этих сериалов, сериалов «След» и так далее. У нас была серия «Ценная картина». И мне режиссер Юра Харнас, у меня тогда были длинные волосы такие, он мне сказал, «О, ты сыграешь художника». И я там сыграл художника. Мне за это даже 200 долларов заплатили. Но мы картину в кадре не показывали. Мы ее заказали, нам ее нарисовали, и она выглядела ужасно. Мы ее так и не показали. Но что касается сценария, неинтересный процесс написания сценария. То есть, если вы придумаете, как он интересный пишет этот сценарий, например, он проживает его в жизни, эту историю, и записывает ее, тогда можно интересно это сделать. То есть, если вы придумаете, просто сидит человек и пишет сценарий, неинтересно. А сценарий, допустим, он бегает за кем-то и это все записывает, сразу интересно. Да, начать производить наркотики, как в Брекинбэк. Отлично, замечательно. Соглашается стать контрабандистом наркотиков. Тоже, да, классно. Сразу оговорюсь, мы наркотики порицаем, наркотики зло абсолютно. Да, производство наркотиков мы порицаем категорически, да, то есть мы закон не нарушаем. И, соответственно, да, но мы героя обязательно накажем. в конце концов за это, за то, что он наркотики производит. И постараемся, чтобы он там зла не причинил. Украсть. Да, супер. Что-нибудь ворует. Репродукцию, известная картина, пытается подменить в галерее. Картина продать. И началось. Ну, супер же. Вот смотрите, вы сразу же, да, мы с вами собрались и придумали уже там 10 классных сериалов. То есть, если у вас есть методология в руках, да, а вот я вам даю методологию, вы сериалы можете придумывать идеи сериалов. То есть, понятно, что это, ну, только там, первый шаг такой-то. Еще надо придумать. Его характер, какая у нее жена, какая у нее теща, какой сам этот ребенок, какой доктор, какой его друг, какая там подруга жены, с которой у него там роман начинается там и так далее, то есть вот пока мы все это придумаем, да, это там история видоизменится. Но вот сам двигатель сюжетной истории, его вот пять минут работы. Так, запускает концепсию по поиску золота Колчака. Супер, да, ищет какой-нибудь клад. Неожиданное последствие. Это, как правило, откровение героя. Значит, смотрите, что касается откровения героя. Я бы сказал так, что последствием откровения героя должен быть моральный выбор, да, то есть он, когда он проходит свой путь, в какой-то момент он должен оказаться перед выбором. Между, помните, я вам говорил про внутреннюю и внешнюю цель, между внутренней и внешней целью. И вот в тот момент, когда он производит выбор, да, и выбирает чаще всего внутреннюю цель, вот в этот момент у него и происходит откровение. Да, то есть, и условно говоря, он понимает, что он творит какое-то зло, а делать это не... А ребенка любит, да, и что делать? Вот. И он деньги зарабатывает, ребенка вылечивает, а он сам надевает на себя наручники и идет в тюрьму. Да, вот неожиданные последствия. И полицейский, который за ним охотился все это время, да, он тоже все понимает, у него тоже свое самооткровение, да, и он снимает с него наручники и говорит, я буду в другую сторону смотреть. Иди. Вот. И все зрители плачут. Что-то такое было похоже... Ой, ребят, кто-то похожее было тысячу раз везде. Да, герой-мужчина идет зарабатывать в Кампро. Проводит марафон желаний, как Глебовская. Тоже хорошо. Становится фальшивомонетчиком. Записывается добровольцем в безумный научный эксперимент, где ему грозит смерть, ищет искать пиратский клад, становится генеральным директором крупной корпорации, где работает простым служащим. Да, классно же, интересно же, как он это делает. Условно, табличку подменил и там, галстук поменял. Сразу же интересно, как он на это все, как у него все это получается. Сам изобретает лекарства или похищает ученого-хирурга, кто может спасти ребенка. Пойти добровольцем на испытание новых лекарств. Но это слишком похоже на обычную жизнь. Да, тоже здесь есть потенциал, можно придумать. Продается в рабство на месяц. Вообще офигенно. Супер же ход. Супер же, согласитесь. Во-первых, кто его в это рабство берет, кто его покупает. что он там делает. Тоже это интересно же все. Понятно, что это повод для очень крутых комических ходов. Участвует в программе за стеклом, похищает ребенка хирурга, спаси моего ребенка. Слишком похоже на жизнь. Слишком как бы начинается базовая тоска. он делает то, что скорее всего все бы сделали. Начинает серию ограблений, продает джин. Опять же, тоже, если это можно придумать, можно сделать так, что это будет классно смотреться. Выбирает деньги для больного ребенка, известного человека, потом забирает их себе. Можно сделать так, можно развернуть сюжет, есть потенциал, продает конкурентам внутреннюю инфу со своей работы. Тоже есть потенциал, тоже можно развернуть, но там нужен будет какой-то второй ход, чтобы оправдать, потому что он преступление совершает. Делает фальшивый документ пожарника, идет брать взятки. Очень смешно можно это сделать. Очень смешно можно развернуть. Вот видите, мы с вами сразу 20 сериалов придумали, из одной только предпосылки. Просто придумав, а что он делает. И вот вы берете человека, ставите его в какую-то ситуацию и дальше начинаете фантазировать, начинаете придумать, а что он делает. И вот каждое что он делает, это новый сериал. Вот, друзья, с этим я вас сегодня оставляю. Большое вам спасибо за работу. Получаю огромное удовольствие каждый день. Не уходил бы, не заканчиваю бы этот проект, так и вел бы каждый день с удовольствием. Но завтра встречаемся в 2, послезавтра встречаемся в 8 вечера. Я еще раз вам на это напомню, что в воскресенье занятие будет в 8 вечера. Ну и с остальными увидимся на сериале. Приходите все эти проекты, напишем классные пилоты вместе с вами и будем их продюсерам рассылать. и снимать и запускать. Потребность огромная. Прямо сейчас огромная потребность в новых сценариях. Все ищут, постоянно ищут новых сценаристов. Так что почему бы им не быть вы. Пока-пока.